Дорогие друзья, вы знаете, что Димаш любит спорт с детства. Редакция DK Media World продолжает рассказ о годах его учебы в музыкальном колледже города Октабе. И сегодня мы хотим дать слово его учителю по физкультуре Александру Сергеевичу Бормотову. Вот что он вспомнил. Сейчас, когда я слышу имя Димаш, я чувствую гордость и небольшую значимость за то, что соприкоснулся с таким талантом, когда косвенно способствовал его воспитательному процессу во время обучения в музыкальном колледже. Вспоминается, каким он был парнем, как занимался, издавал зачетные нормативы по физической подготовке, а также его обещания. В музыкальном колледже я преподаю физическое воспитание с 1999 года. Целью физического воспитания учащихся музыкального колледжа является формирование здорового, физически подготовленного специалиста музыкальной профессии. Программа по физической культуре в колледже предполагает 4 часа занятий в неделю. На учебных занятиях практикуются такие виды деятельности, как легкая атлетика, ритмическая, атлетическая и оздоровительная гимнастика, общая физическая и профессионально-физическая подготовка. На факультативных занятиях применяются физические упражнения из таких видов спорта, как фитнес, плавание, настольный теннис, подментон, мини-футбол и интеллектуальные игры – шахматы, шашки и тагы с кумалак. Дин Мухаммед Кудайберген обучался в моей группе в период с 2010 по 2014 года. Уроки физкультуры проводились раздельно с девочками и мальчиками, с дифференцированным подходом, так как в группе обучались студенты разных музыкальных специальностей. Учебные занятия проводились в спортзале, который я оборудовал инвентарем, фитнес-тренажерами и специальными техническими средствами. В начале первого года обучения Димаш систематически посещал уроки физкультуры. Он был физически подготовленным подростком и для своего возраста отличался хорошей дыхательной выносливостью и координацией движений, так как в детстве занимался плаванием и тэквондо. Увлекаясь дворовым футболом, он приобрел навык ловкости, умел хорошо владеть мячом. Но, как у большинства подростков в этом возрасте, ему тогда не хватало немного силы и общей выносливости. Поэтому в занятиях с группой мальчиков основное внимание уделялось атлетической гимнастике и бегу. На занятиях Димаш старался выполнять все упражнения и даже, имея хорошее чувство юмора, умудрялся брать октавы во время приседания или подтягивания. С самого начала обучения Димаша просматривался его музыкальный олимп. Поэтому, когда Димаш начал пропускать занятия физкультуры по причине частых репетиций и участия в конкурсах, то я, как преподаватель, решил не мешать его основному творчеству и позволил ему сниматься физкультурой заочно, но под контролем. Получая домашние задания, Димаш в свободное время приходил в спортзал и показывал их выполнение. Даже после продолжительных концертных поездок было видно, что он следит за своим физическим состоянием. Там, где была возможность, бегал, посещал бассейн или тренажерный зал. Конечно, после продолжительного отсутствия в колледже у Димаша были проблемы с оценками, но он старался поправить свое положение, сдавая зачеты. В любом случае, пусть не очень готовым, Димаш всегда выполнял необходимые требования по обучению, обычно с юношеским максимализмом. Так, например, для сдачи выпускного зачета по легкой атлетике юношам требовалось выполнить норматив по бегу на 3000 метров. Забег проходил в городском парке. Димаш пришел на зачет сразу по приезду с конкурса, с корабля на бал, и вместе с сокурсниками встал на старт и побежал. Когда я начал проверять промежуточное время на 1000 метров, то увидел, что Димаш бежит в туфлях, одетых на босую ногу, и мне пришлось его остановить. Недовольный, он сел на скамейку и по моей просьбе снял туфли с ног, на которых уже были кровяные мозоли. Я попросил Димаша показать ноги, и он, сидя на скамейке, поднял их и широко расставил в сторону. В это время моя помощница, ученица, сфотографировала его на камеру. Димаш рассмеялся и сделал второй дубль, раскинув в сторону ноги и руки. Получился отличный кадр, эксклюзивный. В тот раз я сказал Димашу, что когда он станет знаменитым, то, наверное, с этих снимков я закажу баннеры и развешиваю их по всему городу. Подводя итоги по результатам бега на 3000 метров, я отметила, что для Дин Мухаммеда Кудайбергена достаточно 1000 метров, и выставил ему зачет по легкой атлетике. Получая зачетку, Димаш поблагодарил меня за физическое воспитание и понимание, а также пообещал, что когда у меня будет праздник, и если будет надо, то он обязательно приедет и исполнит свои песни. С тех пор мы с Димашем не виделись. Дорогие друзья, от вашего имени редакция DK Media World благодарит Александра Сергеевича Бормотова за интереснейший рассказ и желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы любим рассказывать интересные истории о хороших людях. Подписывайтесь, чтобы узнать больше. Ставьте лайки, если они вам нравятся. В этот раз с вами была Оксана. Желаем вам хорошего дня!